В следствии плановых, а также аварийных отключений электроэнергии, встал вопрос о нормальном освещении комнат и помещений. При этом желательно иметь несколько ламп, работающих на разных видах топлива. Свечи я не использую, поскольку они дают слабый свет и ими неудобно пользоваться. У меня помимо лампы и фонариков, работающих на обычных батарейках, кстати о батарейках будет следующее видео, есть керосиновая лампа и вот теперь газовая лампа, работающая на сжиженном газе. Наличие ламп, работающих на разных видах энергии и топлива, позволяет нашей непростой, труднопрогнозируемой ситуации использовать наиболее дешевый и доступный вид топлива. Говоря доступный, я имею ввиду буквально доступный. Так, например, после 10 октября в розничной сети пропали газовые баллоны для туристических горелок. Их просто размели. Также значительно подорожал осветительный керосин. Батарейки пока есть в продаже, но тоже дорогие. Поэтому очень желательно иметь 2-3 источника света, работающих на разном топливе. Еще недавно я бы не стал покупать такую лампу, но жизнь, как говорится, диктует свои правила. Взял ее потому, что лампа очень компактная, легкая, у нее нет стеклянной колбы, которая может разбиться. Лампа кемпинговая, но в принципе может использоваться для освещения, в том числе базового лагеря. То есть, вполне подойдет для туристских задач. Ну и, конечно, ее можно использовать для освещения помещений. Кроме того, на лампу предоставлялась скидка в размере 20%. Ну и, конечно, еще и потому, что у меня уже есть мультитопливная горелка Primus, и я, похоже, становлюсь поклонником этой компании. Кстати, в описании к видео я оставлю ссылку на статью в моем блоге, посвященную компании Primus, и истории выпускаемой продукции. Надеюсь, вам будет интересно. Приступаем к обзору лампы. Ну, начнем с упаковки. Вот такая вот коробочка. Лампа называется Micron. Здесь ее основные характеристики. Крепкая стальная сетка, регулируемая яркость и пьезоподжиг. Вот так вот коробочка с этой стороны выглядит. Здесь также указаны характеристики. Вес 118 грамм. Лампа очень легенькая. Мощность 300 ватт. Яркость 235 люмен. Размеры 61 на 65 на 106 миллиметров. Пьезоподжиг и время работы от 4 до 36 часов. Это, скорее всего, имеется время работы от 100-граммового газового баллона. С этой стороны коробка. И внизу также указана комплектация. Micron. Лампа. Одна сетка. И сумка для хранения. Ну, теперь непосредственно сама лампа. Достаем. Коробку пока отставляем в сторону. Вот горелка. Сверху логотип Primus. Сетка. Сетка, я бы не сказал, что очень прям прочная. При нажатии чувствуется, как она прогибается. Конечно, при серьезном механическом воздействии. Если на нее сильно надавить, она погнется. Но все-таки это лучше, чем стеклянная колба. Снимается сетка очень просто. Здесь вот есть две вот таких вот иконки в виде закрытого и открытого замочка. И вот такой вот выступ. Нужно повернуть. И снимается. Сетка снята. Вот так вот выглядит сама горелочка. Вот здесь пезоподжиг. Ставим на место. Защелкиваем. В принципе, верхняя вот эта часть держится достаточно хорошо. При переноске она никуда не денется. Для переноски предусмотрена вот такая вот проволочная, условно говоря, ручка с крючочком. Проволока тоненькая. Разматываем. Вот такая вот ручка. В принципе, вот так вот можно держать или подвешивать. И здесь еще дополнительная проволока с крючочком на конце. То есть, можно и за крючок еще подвешивать. Так, здесь есть регулятор с условными обозначениями плюс-минус. То есть, больше-меньше. Крутится плавно. На регуляторе вот такой вот ярлык. Так, что тут у нас внутри? Ну, в общем-то, вот такая вот информация. Так, пезоподжиг. Нажимаем. Не знаю, видно ли будет. Ну, в общем, есть искра. Работает нормально. Как бы нажимается хорошо, плавно. Здесь вот клапан с резиновой прокладочкой. Пластиковое крепление. Ну, по поводу ручки регулировочной. Я, конечно, бы хотел здесь видеть такую проволочную. Вот, она бы, конечно, здесь была лучше. Мне такие ручки больше нравятся, чем пластиковые. Но, нормально. Пластиковые тоже хорошо. Так, вот так вот горелочка снизу выглядит. Сам корпус, я имею в виду. Вот, петельки. Петля эта крепится на вот таких вот металлических держателях. Вот. Ну, в общем-то, про горелку все. Я ее не буду, это самое, включать, поджигать, обжигать и так далее. Я, скорее всего, сниму еще одно видео, в котором я расскажу об использовании этой горелки. Итак, переходим теперь к коробочке. В коробке у нас имеется... В коробке у нас сумочка для хранения и переноски. Сделана из такой же ткани, как и сумка для мультитопливной горелки. Вот такой вот... Вот такая застежка. Инструкция. И сетка. Одна штука. Вот и вся комплектация. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok